здравствуйте друзья в эфире канал ньюаш вот и с вами я юрий гемельфар известного адвоката марка захаровича фегина собираются лишить его статуса адвоката но в чем же причина кто стоит за этим этот вопрос мы решили выяснить у самого марка захаровича здрасте марк захарович марк захарович объясните пожалуйста что произошло вообще вот из-за чего вас собираются лишить адвокатского статуса надо сказать что вообще-то говоря такие вещи происходят со мной не впервые в общем почти во всех политических делах которых я участвовал на меня подавались раз за разом разного рода заявления о лишении статуса не все далеко они доходили до разбирать из дисциплинарных в адвокатской палате но некоторые точно были были какие-то в прямую обращение минюста какие-то были обращения так сказать заявителей прямо связанных с органами власти я помню по Савченко за то что я ей пронес письмо от сестры на меня так сказать писали соответствующую жалобу органы исполнения наказания а вот в этот раз как-то слова весь этот год пока я защищаю романа сущенко а дело очень тяжелое потому что его обвиняют шпионажем он украинский журналист взяли его в париже но дело в том что весь год идут переговоры об его обмене и это очень существенно и надо сказать что я являюсь скажем так частью публичной компании по обеспечению этого обмена частью разумеется такого рода переговора конфиденциально происходит на высшем уровне но вы знаете опыт показывает если вы не ведете дело публично это единичный конечно случай не всякое дело может так вести но в отношении определенных общественно значимых лиц когда она идет публично то переговоры идут лучше и результат достигается куда быстрее но опыт это показывает я могу привести массу примеров но тем не менее факт остается фактом и вот собственно говоря в какой-то момент сначала была одна история сейчас вот вторая она запущена была летом этого года неким шарием вот он хорошо известен сетевым пользователем очень хорошо может его чуть меньше знает более широкая аудитория это кремлевский блогер который убежал с украины в одиннадцатом году его обвинили в двух уголовных преступлениях в хулиганстве и за его ложном доносе но тем не менее он уехал получил статус беженца скрыв факт некоторые факты касающиеся его в украине в загонку за ним так сказать прошли эти запросы в интерпол о выдаче но тем не менее вот он сумел пользуясь видимо частью третьей статьи третьего устава интерпола где не допускается политические преследования как-то он изобразил у себя журналиста и таким образом его не выдали по моему дважды даже но хуже того в тринадцатом году он жил у сестры в Нидерландо в городе Алкмар сейчас сестра является моей доверительницей вот и там она подала в августе тринадцатого года на него заявление после его бегства уже оттуда из Алкмара из Нидерландов заявление в полицию этого города о том что он ее обокрал и подал заявление также указало что вот он занимался детским порно разумеется это вопрос исключительно и только правоохранительных органов немой я не следователь не судья вот и этот повод в общем ничтожный о существовании вот этого самого шаря я никогда не знал но ему видно разместили заказ как я знаю на меня чтобы он изображал значит критику адвоката Фейгина по политический зал в отношении украинцев в частности и он подал во все возможные инстанции да кстати сестре он естественно 15 лет проиграл суд в Украине по поводу ее заявления о том что он педофил он проиграл во всех инстанциях так что это судебное решение и вдруг летом неожиданно совершенно это был совершенно ничтожный повод мое выступление на радиостанции «Говорит Москва» где слушатель мне задал вопрос о шаре и я сославшись на эту информацию существовавшую прежнюю она публичная информация любой пользователь может ее обнаружить рассказал о том что он проходит по делу о педофилии да не уточняя в каком качестве как что и сославцы собственно говоря что любой пользователь может об этом узнать и никакого значения этому выступлению не придало но оно как повод послужило основанием для подачи бесконечного числа заявлений три четвертых с которых уже отклонены в Украине ему отказали во всех заявлениях в национальной ассоциации адвокатов где я являюсь иностранным адвокатом отказано ему в жалобе ему отказано в полиции украинской это соломянской районной полиции да а вот в России почему-то каким-то заявлением дали ход и не то чтобы в отношении я не возбужденного ни одного дела да в отношении меня я не закончил дисциплинарное производство адвокатской палате куда он дважды обращался один раз ему отказали а второй к этому присоединился Минюст России сейчас против меня выступает своим представлением Минюст Российской Федерации что само по себе удивительно при том что никаких оснований и повторяю прав подавать на меня в палату у постороннего лица нет это могут делать только мои бывшие доверители например каковым Шарий никак не относится далее значит в следственном комитете дважды отказали уже по возбуждению дела по клевете ну потому что нет клеветы да но тем не менее он продолжает засыпать заявлениями и это удивительно что там не отказывают окончательно продолжают все время раз за разом возобновлять сроки по рассмотрению этих заявлений и собственно говоря палата это самый чувствительный орган обращения туда Минюста да от имени Шария это уже сигнал того что в этом заинтересован госорган напрямую ну и та информация которая мне поступала и моему подзащитному Сущенко она впрямую свидетельствует о том что Фегин в этом деле сильно мешает Фегин создает ненужную 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 нервозность в этом деле публичность ненужную и это мотив для того чтобы меня оттуда убрать тогда я прошу дать небольшое теоретическое разъяснение я не юрист я просто хочу понять я слышал ваше выступление на радио говорит москва я цитирую вас вы сказали сестра Анатолия Анатольевич Шария подала заявление с обвинением в педофилии объясните мне теоретически сказать о том что Шарий педофил это клевета пока нет решения суда даже я понимаю но вот является ли нарушением адвокатской этики сказать что подано заявление с обвинением в это вот теорию мне объяснить давайте я вам уточню значит то что было сказано на радиостанции там вообще не говорилось даже о заявлении говорилось о том что он проходит по делу а я вам объясню дело в том что в отличие от России где постановление о возбуждении дела принимает самостоятельно профессиональное лицо следователь в ряде стран европейских в большинстве даже и в Украине сейчас по статье 214 у них есть такое с момента как вы подаете заявление дело возбуждается сразу то есть до этого не надо так сказать ждать какого-то решения ответственного лица который то ли возбудит дело то ли нет как в России там оно регистрируется сразу же немедленно это делается для чего для того чтобы не было укрывательства преступлений чтобы не было дискрепционного права у следователя или прокурора ну в разных странах по разному там где осуществляется функция принятия решения о возбуждении допустим отказаться отклонить ваше заявление вот у нас есть большая проблема в России с сокрытием преступлений потому что многие вы знаете не возбуждаются дела отказывают а зачастую и специально уговаривают не подавать чтобы не портить цифры и так далее так вот практика когда дело возбуждается сразу с момента подачи она обширная и вот в Голландии именно такая как только вы подаете соответствующее заявление дело возбуждается но вы предупреждаете об ответственности что если вы подали ложные заявления с ложным изложением фактов то вы будете преследоваться по закону вас привлекут за заведомо ложный донос ну в том или ином виде дефиниции звучит по разному и вы будете нести ответственность и человек сознает что если он подает заранее зная что это ложное обвинение заранее подчеркиваю зная то это будет преследоваться по уголовному закону очень строго между прочим до двух лет лишения свободы там в той же Голландии сестре основания лгать не было более того началось все с того что был заблокирован компьютер Шария в доме в котором он жил так сказать ее бывшего мужа этот компьютер исследовал полиции поэтому собственно говоря говорить о том что никаких оснований для подачи этого заявления не было не серьезно абсолютно что касается обвинений в педофилии но дело в том что его обвиняла в этом сестра она давала об этом интервью обширное интервью украинским СМИ понимаете и у него была возможность опровергнуть это доказав это в суде он подал в суд и суд проиграл тогда я хочу вам подчеркнуть это не преступление вообще это медицинский термин в уголовном законодательстве что российском что украсть нет такого термина педофилии чтобы вы понимали его не существует это не юридическая терминология это терминология медицинская но еще и искам так бытовая то есть люди кидаются словами ругаются обвинениями но в данном случае речь не идет даже о преступлении кто-то называет каут педофилом это не значит что он его обвиняет в совершении преступления например в Украине статья звучит как совращение несовершеннолетних статья 156 понимаете в России тоже нет термина педофилии да значит там тоже речь идет о несовершеннолетних поэтому это медицинское заболевание термин такой есть но это совершенно не означает что подобного рода дефиниция может использоваться исключительно как обоснование того что человек осужден по делу о совращение несовершеннолетних или распространение порнографии или иных составов понимаете эта привязка была совершенно искусственная и суд в первой инстанции в Каммове в котором я не принимал личного участия написал сейчас апелляционную жалобу проигнорировал этот первоисточник достоверный каким были сведения распространены в СМИ Украине он должен был отклонить иск только на основании того не разбираясь есть нет что эти сведения не опровергнуты в самой Украине которая является первоисточником понимаете там есть такая публикация дорожного контроля любой нажимает кнопку и увидит что еще в 15 году подробно это все освещалось с видео со всем остальным суд это полностью проигнорировал представляете он в мотивировочной части этому достоверному источнику не уделил вообще никакого обоснования вообще не упомянул что является абсолютно незаконным ну не говоря о других нарушениях Марк Захарович тогда вопрос в своем последнем ролике посвященном вот как раз этому вопросу Анатолий Шарий он утверждает что Фегин говорит неправду что меня преследуют в Голландии а я говорит в Голландию приехал и спокойно уехал он правду говорит или нет? Смотрите я не знаю где он куда он ездит я просто не знаю потому что я вам ответственно заявляю все его ролики да они все компелитивные то есть это все это монтаж чаще всего если он что-то показывает то это не совсем то что было на самом деле люди слишком визуализированы то есть они верят вот этому так сказать видеоряду абсолютно не критично этот человек занимается исключительно ложью и враньем да это его хроническая состояние ездит он в Голландию или нет я не знаю но я вам хочу сказать что с момента когда было получено заявление оно ведь не закрыто и именно поэтому он не может представить документы о закрытии этого заявления он там подавал тысячи заявлений так сказать я получил из Голландии справки он даже попытался жаловаться на меня и Манченко значит тоже подать точно такое же заявление о том что мы заведомо ложно его обвинили окривали вот я такую справку получил из Голландии какая проблема для него получить справку о том что в отношении него никакого дела не ведется дело закрыто и его нет но ведь это же очень просто если тебя не преследуют в Голландии зайди в полицейский участок как я зашел там есть специальная компьютерная так сказать вы там такая шайба сидит девушка и она в компьютерной базе выискивает по номерам все эти дела по заявлениям и отвечает мне она так сказать сказала нет против вас и Манченко никаких дел нет а вот по заявлению 13 года августа Манченко оно как висело в базе так висит почему не принято решение о розыске или чем то я не могу на этот вопрос ответить потому что этим занимаются следствия этим называются инспекторы этим называются голландская полиция может быть они не хотят расследовать может нет оснований и такое может быть может быть еще какие то полициональные решения принято но мы их не знаем более того вы должны понять что никто такой информации публично не делится это закрытая информация это мне специально отвечено было так сказать что есть определенный уровень конфиденциальности никаким лицам хоть в России хоть где то такая информация не сообщается посторонним лицам это невозможно и почему он свободно разгуливает где то или не разгуливает это абсолютно никак не связано подавалось ли заявление на него нет ли обвиняла его сестра в педофилии нет это не связанные вопросы это вопросы которые решает следствие а не Манченко и не Фейгин понимаете понятно тогда Марк Захарович вот я когда смотрел вот последний ролик Анатолия Ширия меня поразила одна деталь он обрушился с угрозами не к вам а на Сашу Сотника на Алексея Навального и вы знаете у меня вот тут у меня мозг взорвался вот я вам сейчас просто объясню что я не понял вот представьте себе работают в одной организации Вася начальник ОТК Петя Токарь и Коля редактор многотиражки Вася написал докладную на Петю Токаря что он допустил что он бракодил так Коля разместил в газе в многотиражке информацию что по докладную что Вася подал на Петю докладную так Петя вместо того чтобы обидеться на Васю что он ябеду на него написал я уж по простому говорю он говорит что он будет мочить начальника который принял эту ябеду и будет мочить Колю который разместил это что за бред вы меня извините это все у меня такое ощущение что это говорит человеку который просто психически нездоров так вот ваше это характеристика не только ваша а вы посмотрите все другие его ролики они разве отличаются чем-то другим его задачи не существует так называемом в интернете об этом говорят ну запозоривание вот в таком значит по-русски да значит преследование он занимается именно этим это такой черный троллинг это такое оскорбительное грязное да действительно с моей точки зрения психически нездоровое представление а вот это вот что он будет на всех ссать вы знаете он везде пишет что он на всех будет ссать это вообще нормальный вообще человек в принципе который публично такие вещи заявляет ну я вот если это как бы не моя сфера я и не его психиатр это пусть уже но этот продукт потребляют вы понимаете он работает в той аудитории в которой это востребовано в которой никто критически к этому не относится совершенно очевидная вещь что значит будь то сотник будь то Навальный являются его врагами вне зависимости от того говорят что они офигене или нет это кластер его врагов которых он не может быть в он поставлен уничтожать что касается Навального на него прямой заказ со стороны администрации в отношении Шириля Шаря исполняет заказ это все знают потому что две фигуры в российском общественном мнении он должен уничтожать Навального и Фегина Навальный совершенно в другой апостаси это кандидат в президенты которого не регистрируют незаконно добивающий своих прав и это политический заказ напрямую демпинговать Навального если вы посмотрите там его какие-то ролики я не все смотрю конечно но то что мелькает там я вижу только Навальный Фегин это из личного врага превратившийся именно в такой же объект в такую же мишень преследования но повторяю было бы наивно думать что он это делает исключительно из благих намерений он работает с той группой украинских беженцев я имею ввиду в России это люди Януковича с которыми он работает он этого и не скрывает его интервью с Азаровым бывшим премьер-министром и другими значит исключительно на их деньги существует потому что значит не только там монетизация его видеоблога дает ему эти доходы это так сказать прямые заказы оплачиваемые заказы это понятно и он относится к кремлевским блогерам прежде всего по контенту не потому что мы его обзываем так он никакой независимый он не слезает с первого канала со второго канала вы легко это обнаружите он может говорить любую грязь обо мне или ком-то там о программах Соловьева у кого там еще я там не слежу настолько но у меня то или у Навального такой возможности нет мы в стоп-листах так сказать на всех каналах российских я вот был сейчас на форуме свободной России выступал там я член редакционной комиссии вы знаете как выливали грязью но это же легко увидеть так сказать мы вот меж собой обсуждали там Каспаров и Лорионов там Иван Тютерин это же сплошной поток грязи нам что дали возможность рассказать об этом форуме самим ровно и так же это работает пропаганда Шари может говорить в одну сторону все у аудитории так сказать она зомбируется они это воспринимают только в одну сторону а у другой стороны нет никаких возможностей понимаете причем они хотят заставить нас замолчать даже в наших аккаунтах в социальных сетях чтобы запретить их закрыть их так сказать заткнуть рот и так далее они не могут это сделать потому что интернет в общем дает такую возможность оставаться свободным но он же подает эти бесконечные иски ко всем вы думаете он только ко мне подавал он в Украине ко мне подавал за то что я его назвал украинофобом он проиграл этот иск во всех инстанциях в начале этого года я выиграл у него просто потому что в Украине независимый неангажированный суд да он мне предоставил считать это оценочным суждением да это моя оценка и что он именно таким является и это не является сферой гражданского правового спора понимаете у него свои оценки ведь на самом деле ничего бы не было бы если бы он не подавал эти бесконечные заявления и жалобы потому что в конце концов если у него есть свой значит youtube он может там вещать сколько ему заблагорассудится и никого это не волнует но равно так же у всех остальных есть право вещать или так сказать давать свой контент в своих блогах но что делает он он обращается в аффилированные он аффилирован с этими правоохранительными органами России ну через доверенных лиц через своих значит финансистов и заставляет заткнуться заставляет посадить человека посадить какими эпитетами он награждает только потому что значит у людей тоже хочет отнять это право выражаться по его поводу между прочим аффилируя фактами кто он такой поэтому на самом деле с моей точки зрения это конечно инструмент вы не забывайте что они сделали из него русский стаб youtube здесь в москве полностью контролируется с кремлем полностью совершенно почитайте камикадзе дзе он очень подробно разбирает на уровне алгоритмики потому что я не такой крупный специалист там эти дизлайки страйки топы и так далее но если его послушать посмотреть и действительно с выкладками все становится ясно россия гремль вложил бешеные деньги в контроль именно этого что такое youtube сейчас это первый канал вот первый канал это youtube его все смотрят его смотрят в украине его смотрят в россии русскоязычный я повторяю сегментом и там номер один блогер они из него сделали номер один блогера этого шаря понимаете но если каждый день как помните известный классик говорил покажет каждый день жопу то все будут считать что это лицо и поэтому ровно так же происходит и в ютюбе понимаете туда вкладываются бешеные средства выбираются мишени цели то что вот это хейтинг так называемый хейт от слова ненавидеть то чем занимается шарик это является частью компании дезинформации и зомбирования в чем они достигли большого я честно скажу большого успеха слушайте если они в америке умудрялись во время выборов такое делать ну там во франции и так далее что же говорить про россию внутри россии что происходит понимаете если сумели в англоязычных сегментах добиться того что сейчас проводится расследование американскими правоохранительными органами почему надо удивляться что в россии в этом сегменте так сказать они имеют такую доминирующую роль понятно большое вам спасибо марк захарыч за потрясающее интервью до свидания итак друзья вы слышали точку зрения адвоката марка захаровича фигина однако напоминаю выводы делать только вам до встречи подписывайтесь на канал newashvot не забывайте ставить лайки или дизлайки а если будут вопросы присылайте мы их обязательно обсудим до встречи What мы всё мы